Для меня свободный Казахстан – это когда права человека защищаются государством и соблюдаются всеми. Это самое основное. И то, что Конституция нашей страны должна соблюдаться не только гражданами Республики Казахстана, она также должна соблюдаться чиновниками всех уровней и государством, чего в последнее время мы не видим. Не видим мы соблюдения наших прав. Идет самоуправство. Причем самоуправство идет на всех уровнях. Меня сподвигло в первую очередь то, что я вижу, что действительно сидят люди незаконно, незаконно осужденные, политзаключенные. И то, что меня незаконно посадили, хоть по-административному, но тем не менее 10 суток, потом еще раз 10 суток. Естественно, я против такого самоуправства со стороны нашего государства. Поэтому я сейчас буду стараться максимально приложить все свои силы для того, чтобы наши политзаключенные были освобождены. Самовольно наш незаконный президент, незаконно избранный президент взял, переименовал город Астану Нур-Султан. Вот это было последней каплей моего терпения, так скажем. Насчет пассивности нашего населения я не могу сказать, что они прям настолько все пассивны. Все все понимают, все все оценивают. Большая часть нашего населения понимает, что надо все менять. Менять надо структуру власти, менять надо конституцию, чтобы у нас была парламентская республика. Это все люди понимают. Единственное, что есть риски потерять то, что они имеют, наверное, в первую очередь. Вот это. Ну, я не знаю, я уже просто, наверное, я уже просто не могу терпеть. Ну, потому что я вижу, да, то, что творится. Если мы будем все молчать, что дальше будет только хуже, дальше будет только хуже. И это уже видно, очевидно. Поэтому я уже просто вижу, да, и потом наши предки, да, так скажем, которые отстаивали, отстояли такую большую территорию наследства нам, детям, да, своему поколению. И мы, как поколение наших предков, мы просто не имеем права вот так вот легкомысленно относиться к тому, что творится в нашем государстве. Ну, я так считаю, что надо в первую очередь нам, нашему населению, нашему государству, нашим гражданам, всем объединиться в первую очередь на структуре власти, да, так скажем. А именно добиться того, чтобы в нашем государстве все-таки была парламентская республика, это первое. Чтобы этот парламент привел в порядок нашу конституцию. И конституцию привел настолько в порядок, чтобы это было фундаментально залито настолько на долгие годы. И чтобы туда потом, по какому-то периоду времени, да, не были внесены поправки, изменения, дополнения под какого-то отдельного человека, вот так скажем. Все должно быть залито, установлено настолько фундаментально. Я же говорю, вот мы же видим, да, вот примеры других государств, где конституция республики существует с 56-го года. Вот. И она не меняется, она как есть, с законом принято, государством принято, народом принято, одобрено. И эта конституция до сих пор у них существует с 56-го года. Вот. Это вот должно быть примером для нас. Конституция не должна исправляться, это не черновик, это не дневник двоечника, да. Вот. Всем народам нужно избрать конституцию, и эта конституция должна быть основательной. И тогда у нас не будет вот этого, что какой-то один человек, который стал у руля, да, так скажем, правительства, под себя уже начинает эти законы менять. Этого не должно быть. Нет почему-то был. Идеология ДВК, программы ДВК меня абсолютно устраивает. Это как бы в том плане, что сама идеология ДВК, она ни в коей мере не попадает под пункт экстремизма, да. Да. Вот. Программы ДВК, они тоже абсолютно народные, они абсолютно нас устраивают. Если в нашей стране будут такие программы работать, если эти программы, даже наше государство сейчас, которое есть, если они возьмут на вооружение вот эти программы, я буду голосовать за них. Вот в чем вся разница. Так они не хотят, во-первых, вот эти программы внедрять, но при этом по каким-то чудесным образом они эту партию, которую, в принципе, она и не партия, да, это просто идеология партии ДВК. Почему идеология партии ДВК? Потому что она не зарегистрирована. Соответственно, она не может считаться партией ДВК. Правильно? Это идеология, это движение, это идеология ДВК. Соответственно, я же говорю, если наше правительство, ныне существующее правительство, если она возьмет на вооружение все программы ДВК, которые озвучены, я буду за них голосовать. Это сто процентов. Допустим, насколько я знаю этого человека, да, Мухтара Блязова, я его знаю уже, можно сказать, больше половины своей жизни, имеется в виду, знаю как заочно, да, по видео, которое доступно, да. Я могу сказать, что человек умный, я могу сказать, что человек патриот своей страны, который не сдается на протяжении стольких лет, вот, борется с несправедливостью. Вот, хотя, естественно, так как он соперник небезызвестных нам людей, да, вот, его всячески пытаются очернить, оклеветать, вот, бездоказательные обвинения, вот. Что касается вот конкретно вот этого момента, я бы хотел сказать, вот, допустим, если государство, правительство, да, имеет такую возможность обвинять какого-то отдельного человека, а в данном случае Мухтара Блязова, да, ну пусть они докажут нам, нам, простым гражданам, что действительно Мухтар Блязов является вором, что он действительно является коррупционером, пусть проведут открытый суд, доступный суд, открытый, чтобы все мы имели возможность присутствовать на этом суде, да, так как у них нет возможности его сюда привезти, он никогда сюда не приедет, по крайней мере, пока у нас существует нынешняя власть, вот. Есть телемост, вот, с помощью телемоста организовать судебное заседание, и чтобы все мы видели это, и доказать нам просто, да, что действительно Мухтар Блязов вор, всеми конкретными фактами. Защита у Мухтара Блязова тоже будет со стороны государства обвинение, пусть они открытым судом, открытым судом докажут нам, что да, действительно, Мухтар Блязов является не тем человеком, за которого мы его принимаем, тогда все, мы от него отвернемся, это, я думаю, так вот, вот, а если они не докажут этого, соответственно, они должны будут его, как говорится, оправдать, да, вот, а раз они этого не делают, мы прекрасно понимаем, что все-таки есть здесь линия такая, что доказательной базы у них нет, идет просто фальсифицированные дела, вот, поэтому, как бы, все это происходит. Я не знаю, я, допустим, отношусь вполне удовлетворительно, хорошо, я уважаю этого человека. Допустим, нашего уважаемого поэта, да, Рона Табека, могу сказать то, что, ну, не всем небезызвестной ситуации, которая произошла по сносу незаконного жилья на, в районе Шамрак, да, там были беспорядки, вот, вот, я, допустим, не могу сказать, что там все было так, как бы, это, со стороны граждан, да, то, что там их позиция была настолько все правильной. Не могу сказать, вот, что власть была, как бы, да, настолько неправа в том, что они хотели снести и там навести порядок. Но суть не в этом, суть в том, кто позволил им там строить, они же за один день, как грибы, не появились эти дома, да, в этом районе. Кто-то им дал разрешение, эти участки продавались, да, и в один момент администрации города это не понравилось, потому что один продал Аким, позволил продать эти земли, другой Аким приходит, его это не устраивает, и он начинает уже, как говорится, по-своему наводить порядок, да, вот это там послужило триггером того, что там возникли вот эти беспорядки, вот, люди уже построились, они уже жили в этих домах, и тут приходят, говорят, нет, у вас все незаконно, давайте будем все это сносить. Естественно, люди восстали, да, против такого решения, вот, там был небезызвестный случай того, что сотрудника полиции сожгли, да, но это было жестко, конечно. Вот, и вот, чтобы дальше это все не разрослось, чтобы пожар такой сильный гражданского общества не пошел, Арон Атабек для себя принял решение, как бы, да, стать посредником, да, так скажем, между правительством и гражданами, этот, микрорайона Шанрах. И вот он, как бы, пытался это все дело урегулировать там, вот, ну, в принципе, после того, как все это успокоилось, он пострадал, его посадили, вот, ну, посадили, наверное, чтобы других запугать, это было чисто как акция устрашения, наверное, я не знаю, поэтому, я, конечно, в первую очередь, вот, Арон Атабек, я вот буду делать все возможное, чтобы его освободили, оправдали. Идет Мухтар Жакишев, да, уважаемый человек, который поднял на высокий уровень наш казахстанский каза-тапрон, да, вот, те люди, которые с ним работали, обычные люди, обычные сотрудники, вот, мы же с ними встречаемся, знаем, да, как они реагируют вообще, ихняя реакция конкретно на этого человека. Вот, он, вот, по их словам, допустим, да, вот он идет, обычный сотрудник, рядовой, абсолютно простой человек, вот он к нему подходит, здоровается за руки, да, как бы, спрашивает, как у вас дела, там, вот такие моменты, да, вот люди, о нем, с кем бы я ни разговаривал, имеется в виду те, кто его знали, да, простых людей, вот, они отзываются о нем очень, как о положительном, хорошем человеке, вот, но он пострадал, мы примерно, не примерно, мы знаем, да, по какой причине вообще Мухтар Жакишев у нас пострадал, он пострадал, то, что много знал, если коротко говорить, да, он много знал о ситуации Мухтара Облязова с первым лицом нашего государства, вот, и плюс то, что он был другом Мухтара Облязова, вот, и его использовали как орудие шантажа, его использовали как орудие запугивания, устрашения, вот, и вот на протяжении 10 лет эта борьба до сих пор не заканчивается, и человек страдает, да, как бы из-за этого, и то же самое, вот, уже сколько раз он подавал на досрочное освобождение, ему не позволяет это сделать, не освобождает его, хотя мы также видим, как люди, те же самые коррупционеры, да, которые украли огромные суммы денег с нашего государства, которые наглым образом засунули руки, так, скажем, да, в общий котел, да, в бюджет наших денег, это наши деньги, да, так скажем, вот, они похитили эти деньги, украли, коррупционеры, их выпускают, их выпускают, они даже год не сидят, полтора года не сидят, короткий срок они, хотя у них сроки большие, ареста. Бешимбаев, например? Да, вот, Бешимбаев, это как будто плевок в нашу сторону был, вот, плевок в сторону гражданского общества, что вот якобы Джакишев подавал, мы его не выпустили, а зато выпустили Бешимбаева. Это вот, вот я вот считаю, что это был натуральный плевок в сторону гражданского общества. Искандер Ильинбетов, я его лично не знаю, знаю о нем только то, что доступно в соцсетях, вот, поэтому как человек, как гражданин я его охарактеризовать не могу в ту или иную сторону, да, но могу вам зато сказать то, за что он пострадал, да, в первую очередь. Пострадал он в первую очередь за что? За то, что он оказался родственником, родным братом Боты Джарда Мали. Да. Да, Боты Джарда Мали, это известный юрист, правозащитник, юрист, который работал на Мухтара Облязова, да, который так же самое много знает о Мухтара Облязовой. Вот, естественно, тем людям, которые хотели очернить Мухтара Облязовой, им она нужна была как свидетель, чтобы ее сюда доставить, и чтобы она дала показания на Мухтара Облязова, да. А каким образом она эти свидетельские показания могла дать, это мы уже знаем, да, как это у нас система работает. Вот. Так как они не могли ее сюда доставить, они решили через Искандера, с помощью шантажа, нажима, вынудить ее приехать в Казахстан. Ну, это у них не получилось. Почему? Потому что Ерембетов у нас оказался богатырем, джигит, который не соглашается на их условия, и вот он страдает. И печально всего, что вместе с Искандером Ерембетовым страдают его два сотрудника, да, вообще, казалось бы, люди, которые не связаны с политикой, обычные сотрудники, вот, это Дмитрий Пестов, Екатерина, да, Соколенко, вот они сидят тоже, по шесть лет срок у них, вот, то же самое, а они двое страдают из-за того, чтобы через них надавить на Искандера. Искандера используют, чтобы надавить на боту Джардамали. Вот такая вот круговая, как говорится, круговой нажим, но это не срабатывает. Почему? Потому что люди, люди, герои, они терпят все это дело, выносят вот это все. Макс Бакаев, золотой человек, я слушал его интервью, сколько много, вот после того, как я плотно начал заниматься вот именно политзаключенными, я прослушал в буквальном случае этот смысл, все его интервью, все его комментарии, да, золотой патриот, истинный казахстанец, герой нашей страны, так скажем. Вот, он сидит, земельные, земельные реформы, которые в шестнадцатом году, да, у нас объявили, вот, они выступили против, ну, так же, как и все мы здесь были против, мы тоже выходили, вот, в той или иной степени, вот, земельные, против продажи, аренды долгосрочной казахстанской земель, вот они выступили против, и он был одним из активистов. Вот это простой пример, то же самое, что Арон Атабек, то, что Макс Бакаев пострадал, это вот чисто устрашение уже идет не родственников, а конкретно нас, да, граждан. Запугивание, да, это просто акция устрашения идет, мы это тоже прекрасно понимаем. Оксана Шевчук, молодая девушка, патриотка, да, которые, ну, в принципе, там люди сидят, я так думаю, все с обостренным чувством справедливости, да, так же, как и мы все являемся. Такими людьми. Ну, то же самое, Оксана Шевчук, обостренное чувство справедливости у этой девушки. Вот, мы были уже неоднократно на судебных процессах, вот, недавно был, вот, сейчас вот будет 13-го числа. Да. Ну, молодец, девушка, герой, блин. Ну, вот, допустим, что касается вот этих судебных заседаний, почему мы всегда говорим, что это важно, чтобы люди туда приходили, чтобы нас было там много, да. Во-первых, это идет активность наших граждан, активность именно в защите нас самих. Защищая в данном случае Оксану Шевчук, Джареда, этот, наших ребят, которые... Да, 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 да. Алишер. Алишер. Вот, защищая в данном случае вот их, мы защищаем сами себя. Надо вот это в первую очередь понять нам всем, да. Чем мы активнее, мы защищаем друг друга. Соответственно, у нас появляется чувство локтя. Чувство локтя в защите. Когда мы научимся защищать друг друга, как говорится, да, вот, защищать натурально, это вот... А где мы можем проявить в данном случае защиту, это именно в судебных заседаниях. Быть свидетелями того, что там происходит, чтобы никаких фальсификаций не произошло, нажима лишнего не произошло. Соответственно, мы должны там находиться. И чем больше нас там будет, тем... Ну, мы будем своего... Своим этим активностью давить на решения судей, чтобы они были адекватны в решении вынесения приговоров. Поэтому нам нужно быть там всем. И чем больше нас там будет, тем лучше для тех людей, которые в данном случае сидят за решеткой. Первого мая я был в числе тех людей, в числе тех людей, которые вот дома, да, все это вот... Как сейчас вот я вот примерно понимаю, как люди переживают. Дома сидят, домой приходят, информацию получают. Вот это происходит, это происходит, да. Но при этом они одиночки, они сами по себе. Соответственно, они не знают, как объединиться, как это сделать. Даже если хотят, многие не знают, многие переживают, ну, переживают за наше общество, за нашу землю, за нашу Родину, да, переживают. Я знаю это. Много людей, которые дома в одиночку сгорают, да, сейчас в данный момент от этого, то, что сейчас у нас творится, от этой несправедливости. Ну вот. Хочу к ним обратиться каким образом? Да, вот что касается обращения к нашим гражданам, да, я хочу сказать следующее. Вот как я это сделал, да. Я подошел к зеркалу, посмотрел на самого себя и сказал, вот сам себе представь теперь, вот как было нашим предкам, нашим дедам, да, сложно. Они сидели в окопе, вот надо просто это представить, да, вот ты сидишь в окопе, и тебе через какое-то время сейчас надо будет встать и пойти в атаку, да, а напротив тебя стоят пулеметы, которые будут тебя убивать сейчас, люди, враги твои, да, а тебе надо будет идти на них, вот. Вот когда вот этот момент представляешь, тебе становится настолько смешно того, что сейчас здесь у нас происходит, и вот эти страхи, которые мы сейчас здесь переживаем, это ничто по сравнению с тем, что наш дед, наши предки переживали, вот сидя в этих окопах. Я вот об этом представляю. Вот. Они перешли вот эту черту страха, они пошли в атаку, они добились победы, выиграли эту войну кровопролитную, да, и теперь мы здесь сидим и не можем вот эту нашу историю вспомнить и сказать, что мы ничуть не трусливее наших дедов, наших отцов, вот, и мы обязаны отстоять то, что они нам дали в пользование, да, так скажем. И просто все, что нужно сделать, это справедливо навести в нашем обществе порядок. Вот я вот так думаю. Поэтому бояться того, что... Ну, мы все смертны. В конце концов, какая разница, когда мы умрем? На день раньше, на день позже. Главное, что о нас скажут наши дети, наши внуки. Вот об этом надо думать. Если мы сейчас наивно проспим вот этот период, когда наше общество ломается, если мы это проспим, что мы завтра скажем нашим внукам и как они о нас будут говорить потом? Вот мы сейчас гордостью говорим о наших дедах, да, которые войну выиграли. А что они скажут о нас? Вот об этом надо думать.